...составляющая нашего капитанского конкурса, напоминаю, максимум 4 балла. Капитан команды КВН вашей маме взять не нужен. Невченкова Наталья! Добрый вечер, Зиминоград! Тема капитанского – знаменосец. Дело в том, что я знаменосец нашей команды. Весь сезон тащу этих козлов за собой. Женщине-знаменосцу не просто в нашем мире, и об этом я расскажу в своем капитанском. Дело в том, что я с детства занимаюсь балетом. И первый вопрос, который возникает абсолютно у всех молодых людей, после того, как они узнают, что я балерина, это... А на шпагат садишься? И ты стоишь, ты 17 лет занимаешься балетом. Ты не то что на шпагат садишься, ты можешь сесть, 4 раза ноги в узел за головой завязать, и тебе будет вообще отлично. И пока ты придумываешь остроумный ответ, тебя догоняет второй, еще более гениальный вопрос. А покажешь? И ты стоишь в короткой юбке. Тебе сейчас, ну, вообще неудобно показывать. Кстати, короткие юбки – это вообще отдельная тема. Я считаю, что... Раньше в Испании, на кориде, мужчина гонялся за женщиной в красной короткой юбке. Потом их поменяли на быка и красную тряпку. В принципе, кардинально ничего не изменилось. Просто кто-то пыхтит, пускает слюни, роет землю и гоняется за кем-то. Когда они тебя догнали, у них возникает первый самый логичный вопрос. Почему такая красивая девушка одна? В этот момент взгляд переходит с юбки на декольфе. Я понимаю, что самец умеет разговаривать, и у него двигаются глаза. Мужчины, вы правда думаете, что в эту секунду я должна броситься к вам на шею и сказать «Господи, ты такой классный!» Ты умеешь фокутироваться сначала на одном предмете, а потом сразу на двух? Но этот, этот хотя бы не боится подойти познакомиться, потому что иногда у меня возникает ощущение, что женщина выделяет какой-то специальный парализующий газ. Вот потому что ты подходишь знакомиться к какому-то симпатичному молодому человеку, а у него отказывает речь, и он напрочь сбывает все языки, которые ты знал. «Привет, я Наташа». Но у женщин есть свои секреты. Одна фраза, после которой мужчина сам выдаст все свои тайны. «Стас, я все знаю». Вот мужчина ответит, почему не ногти? Я за ними ухаживаю дольше, чем за грудью. Хотя бы на то время, за которое 10 предметов стрибут, полируют, выравнивают, открывают основы под лак основным лаком-закрепителем. Блин, я старалась! Оцените мою индивидуальность! В этом больше по индивидуальности, чем в друзей, за которые можно благодарить маму, папу, в лучшем случае хирурга. Меня тут спросили, сколько мне лет. Ну, вообще, женщинам нельзя задавать такой вопрос. Я отвечу, мне 20. Гоню! Ну ладно. Мне 22. И всем девушкам этого возраста задают два идиотских вопроса. Первый — это «Ну че, замуж не собираешься?» Второй — это «Ну че, рожать не собираешься?» И иногда мне кажется, что мой приезд к родственникам можно заменить одним коротким письмом. «Да, все хорошо, нет, не собираюсь». Потому что это какой-то замкнутый клуб. Вот ты думаешь, я порадую родственников, выйду замуж, рожу ребенка, и ты действительно возвращаешься с мужем, с ребенком, а они тебе «А второго рожать не собираешься?» Ты думаешь, что, почему второго нет? Материнский капитал все-таки возвращаешься с двумя взрослыми, красивыми детьми. Они тебе «Ну че, внуков не собираешься?» И тут ты возвращаешься. Мать-героиня родила 16 детей, 8 взяла из детдома, они тебе «17-го рожать не собираешься?» В «Тебя-то вы не хочешь установить?» «Да блин, как вы не догадались, я собираю футбольную команду Микчестер Юнайтед!» И напоследок, часто сняют вопрос КХВН. Как тебе играть в команде с двумя парнями? Все-таки вы едете на игры в другие города, живете вместе, ночуете. Я согласна. С четырьмя было бы как-то поприкольнее, а то уже чувствую, что теряется популярность. Микченкова Наталья, вашей маме взять не нужен. Спасибо! Спасибо! Друзья мои, в общем, для всех ценителей футбола Манчестер Юнайтед можно сегодня лицезреть в 22.45. Ну а, дорогие сорсеры, есть ли вопросы к выступлению Натальи? Да, можно? Да, Николай, прошу. Наталья, вы знаете, я умею фокусировать взгляд сразу на трех вещах. И такой вопросик, ты даже не собираешься? Молодец, красавчик! Слушай, а я думала, мы друзья, да? Мы друзья, да? Капитанский вопрос задавать. Хорошо. Но человек, который фокусируется сразу на трех вещах, это твоя девушка может тобой гордиться. Спасибо! Леша. Вы просто когда остались за кулисами, я сказал, Наташа, Наташа, пожалуйста, не задавай мне вопросы, я тебе тоже не буду задавать, я не буду задавать, Наташа, вопросы. Но логично, что дальше должна сработать женская солидарность. Не, ну мы так с полей договорились просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова